Хотя попытки навести финансовый порядок в правительстве все-таки предпринимают. К примеру, сегодня стало известно, что власти республики решили взять коммерческий кредит. На сайте госзакупок появились соответствующие лоты. Их четыре. По 400-450 миллионов рублей. В сумме 1,6 млрд миллионов. Официальное пояснение, которое, кстати, пришло к нам в редакцию обычным электронным письмом, даже не на официальном бланке, гласит следующее. Цитирую. Средства пойдут на погашение государственных долговых обязательств региона. Республика Хакасия в октябре-ноябре этого года должна произвести выплаты по облигационным займам 2013, 2014 и 2015 годов в объеме 1,7 млрд рублей. Средняя стоимость ставки по которым составляла 11,4% годовых. Таким образом, замещение облигационных займов банковскими кредитами даст экономию бюджета в объеме 120 млн рублей. Экономия, это, конечно, хорошо, но здесь она, как видно, техническая, сыгранная на разнице в процентных ставках коммерческих кредитов. Нынешние 8,25% против 11,4% прежних. Но от уплаты текущих 8 с небольшим процентов от нового коммерческого займа правительство Хакасии никто не освобождает. А это нагрузку на бюджет особо не ослабит. Но еще год назад в своей предвыборной программе действующий глава республики выступал категорически против коммерческих кредитов. Он уверял, что знает, как обойтись без них. Мы платили дикий процент коммерческим банкам. И до сих пор за это никто не ответил. Я надеюсь, что счетная палата разберется, и все, кто в этом виноват, к ответственности привлекут. Оказалось, не все так просто. А Валентин Коновалов, вероятно, и в этом вопросе был недостаточно осведомлен. И все его заявления были не более чем предвыборными лозунгами. Продолжение следует...